МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прежде чем начать разговор, предлагаю познакомиться с нашими гостями поближе. Начнем мы с Максима Николаевича. Давайте посмотрим ролик. Максим Харитонов родился в селе Тимашево Самарской области. После школы получил высшее профессиональное образование и степень кандидата экономических наук. Максим Николаевич окончил Самарскую государственную экономическую академию по специальности менеджмент. За свою трудовую деятельность Максим Харитонов работал в департаменте финансов городской администрации, Министерстве природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области. Самарская академия государственного и муниципального управления занимал должность проректора по экономике и финансам. С августа 2014 Максим Харитонов возглавляет администрацию Самарского района, является заместителем главы города. В декабре 2015 года назначен главой администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара. Женат, воспитывает дочь. Максим Николаевич, вы руководите районом в то время, как он стал отдельным муниципальным образованием. Вот что поменялось? Был ли у вас когда-то опыт работы, когда все это было общим городским, так скажем, хозяйством? И теперь? Да, конечно. Я замещал должность заместителя главы администрации города и тире главы администрации района, когда администрация района была структурным подразделением. И вот реформа местного управления, участниками которой мы являемся по инициативе Николая Ивановича Меркушкина, вот лозунг этой реформы, чтобы любой мог дотянуться до власти рукой. Наверняка в этой студии уже говорили этот лозунг. Да, я хочу рассказать чуть поподробнее, как же все-таки вот этот девиз реализуется. Ну, мы все знаем, что Самара теперь у нас поменяла свой статус, Самара стала с городом внутригородским делением. А что это такое? Это не просто статус у района, это много чего нового. Конечно же, каждое муниципальное образование должно быть обеспечено советом депутатов, должно быть обеспечено полномочиями и, конечно же, бюджетом на реализацию этих полномочий. Вот если начать с выборов, которые прошли в прошлом году, у нас в совет районных депутатов было избрано 26 человек. Вот, может быть, вы скажете, это много для Самарского района, но я могу здесь не согласиться. Простой пример. В районе проживает где-то 33 тысячи жителей, и вот до того, как реформа была начата, был один депутат всего лишь в городской думе, который отстаивал чаяния и проблемы жителей 33 тысяч. Согласитесь, что... Это вот Игорь Викторович, наверное, был тогда, нет? Нет. Игорь Викторович. Я депутатом не был последний. Так. Да. Был другой депутат. Согласитесь, что даже встретиться с 33 тысячами, ну, наверное, невозможно одному человеку. Сейчас 26. Простая арифметика. 30 тысяч разделить на 26. То есть, фактически, один депутат представляет интересы и мнения чуть более тысячи людей, да? Вот как интересно вы говорите, подтверждает то, что администрация не одна работает, а как вы активно работаете с депутатами. Какую роль вы на них возложили, да? Вы сразу начали говорить о роли депутатов. Ну, здесь не мы возложили роль, здесь все-таки население. Ну, согласно реформе. Население избирателей возложило огромную роль на депутатов. И вот возвращаясь... А у главы что появилось? Вот все-таки хотелось бы с вами как с главой администрации поговорить. Я хотел в целом сказать про реформу. Могу остановиться, конечно, именно администрации. Администрация являлась структурным подразделением ранее. Она фактически являлась таким неким диспетчером между жителями и тем органом, который может решить ту или иную проблему. То есть мы принимали заявление жителей и отправляли в соответствующий департамент. Департамент ЖКХ или благоустройство, где это заявление вставалось в какую-то определенную очередь, так как со всех районов истекались все чаяния именно в эти департаменты. И вот что такое дотянуться до власти рукой? То есть мы поняли, что представитель власти – это депутат, который работает с тысячью человеками. И администрация района получила не только полномочия, но и свой собственный бюджет. То есть вот это важно. Потому что теперь администрация, естественно, без депутатов не обойтись, потому что они принимают решение, куда направлять те или иные средства. Они принимают бюджет. Но теперь администрация может решить, так скажем, насущные проблемы горожан. То есть, конечно, мы не можем построить новые мосты и дороги. Но решить проблему сломанной лавочки, установить детскую площадку во дворе или засфальтировать двор, который долгим годами… Вы можете с военными средствами. Да, мы можем уже с средствами района. То есть, соответственно, депутат будет отстаивать свой округ. И мы понимаем, что денег, конечно же, не хватит на все дворы. Мы выстраиваем долгосрочный план. И по заявлениям жителей, через депутатов, вносится в бюджет именно тот двор, где были такие вот проблемы. Да, да, понятно. Давайте теперь перейдем к нашему второму гостю. Также посмотрим ролик об Игоре Викторовичу Рязанове. И продолжим разговор. Игорь Рязанов родился и вырос в городе Куйбышеве, окончив политехнический институт. Он более 20 лет проработал в сфере строительства и эксплуатации зданий и сооружений. В 2004 году получил сертификат в области управления недвижимостью Российской гильдии рейлторов. Игорь Викторович также имеет диплом в юридической сфере. Он является квалифицированным специалистом международного уровня в области управления персоналом. Игорь Рязанов работал на руководящих должностях в областном Министерстве труда, занятости и миграционной политики. В течение нескольких лет он возглавлял Центр занятости города Самары. В 2015 году Рязанов избран в Совет депутатов Самарского района и делегирован в Городскую думу. У него есть серьезный опыт депутатской деятельности. В 90-х годах Игорь Рязанов входил в состав Городского совета народных депутатов на протяжении двух созывов. Женат, воспитывает дочь. Игорь Викторович, скажите, пожалуйста, вот на Ваш взгляд, заместителя председателя Дома городского округа, в чем заключается реформа местного самоправления, именно с точки зрения, со взгляда депутата, так скажем? Что меняется в работе депутатского корпуса? Мы вернулись в первую очередь к тому, с чего, наверное, начинали. То есть много лет назад, когда я еще был депутатом городского совета, начиная с 87-го года, тогда у нас были и районные советы, и затем в 90-х годах у нас тоже опять были районные советы. И понятно, что когда мы районные советы, работали в районах города, работал в город, область работала в области, здесь был некий, ну, каждый работал в своей небольшой нише, которую он понимал, он знал. Что сегодня происходит? Сегодня часть депутатов из района делегирована в город, и когда они приходят назад на сессию совета, здесь идет понимание вообще общегородских проблем, не только районных. Потому что общегородские проблемы, мы живем все в одном городе. Понятно, что районы сегодня имеют самостоятельность, но тем не менее, каждый район должен понимать, что он является единым целым. И когда городской депутат доносит в районном те или иные возможности района, города по дорогам, по ЖКХ, по реконструкции зданий, это некий такой ликбез, и это некое такое направление вектора, которые депутаты районные садятся и понимают уже вместе, о чем вообще стоит сегодня начинать разговор, о чем не стоит, потому что мы идем от малого к большему. Мы идем от маленьких проблем к большим проблемам, потому что большие проблемы – это большие деньги. Их не всегда бывает, но решить небольшие проблемы в конкретном районе всегда можно. Затем, скооперировав с кем-то, так сказать, из других районов, можно решать проблемы чуть побольше. Это глаза в глаза. Это вот когда мы встречаемся и рассказываем, почему, например, администрация не выполнила тот или иной, так сказать, наказ, что ли, да, который был дан каким-либо гражданином в районе. Потому что это влечет за собой очень много последовательных действий, у которых на сегодня у администрации нет денег. Давайте подождем, мы сегодня сделаем вот этот кусочек, этот кусочек, а в дальнейшем доберемся и до вас. И вот это вот разъяснение, это вот общение, оно дает понимание у людей то, что власть-то, в общем-то, их слышит, она о них заботится, и не то, чтобы она отмахнулась от них. Нет, ни в коем случае. Все пожелания жителей, они у главы района, что называется, на бумаге есть. Они выстроены в приоритете. Они выстроены в приоритете том, которым, так сказать, последовательно можно сделать что-то. Нельзя закатать асфальт, не переложив там предварительно кабель. Да? Или сделать что-то такое. Совместное планирование тоже получается, да? Совместное планирование именно идет. Буквально вчера мы, опять же, перекидывали, так сказать, со статьи на статьи бюджетные деньги, пусть небольшие, но тем не менее, так сказать, на ДНД, да, получили субсидию. Тут же депутаты собрались в оперативном порядке, так сказать, это дело решили. Остались там небольшие денежки на одной статье, администрация вышла с предложением, так сказать, перераспределите как раз по предложениям там одних из депутатов. А уже какие-то первые итоги? Понятно, что прошло не так много времени, а уже вот какие-то первые итоги проведения этой реформы можно подвести, вот если коротко? Вот что поменяется? Ближе все-таки? Первое, что поменялось, это когда мы говорим по техническим вещам, перестали поступать большое количество жалоб в губернатору, жалоб президенту. Вот, это очень важно. Все стало сосредотачиваться здесь. То есть зачем писать кому-либо, когда два раза в неделю, даже, подождите, там, два раза в месяц каждый депутат, а у нас больше 20 человек, то, по сути, каждую неделю кто-то принимает из депутатов. Всегда можно прийти, объяснить свой вопрос, наметить решение этого вопроса, проговорить с администрацией, в конце концов, проконтролировать, как будет решаться этот вопрос. Да, вот это очень важно. Все здесь, что называется, на земле. Да. И вот возвращаясь к девизу все-таки, чтобы каждый смог дотянуться, вот как раз количество звеньев от человека, у которого есть проблемы или какое-то чаяние, до конкретного сотрудника, кто может решить этот вопрос, оно очень сильно сократилось. Вот в чем была и суть этой реформы. Да, потому что депутаты райсоветов, они ходят по улицам этого района, встречаются с жителями, слушают. Все знают друг друга в лицо, пройти мимо невозможно. Хочу сказать, что депутаты, они одни ходят, мы всегда ходим вместе, у нас есть такой девиз. Интересно. Смотрите, как много у вас девизов. Да, у нас депутат, администрация, представитель управляющей компании. ТОСы. ТОСы. То есть вот без одного из людей невозможно решить проблему, потому что все полномочия, они как бы у каждого разные, а когда мы их все в одно связываем, то тогда уже есть интерес. Результат. Да, и главное, чтобы был результат. И я знаю, что вы даже делились своим опытом с иностранными коллегами, к нам приезжали болгары, да, Игорь Викторович, и вы вот как они отнеслись к этому? Вот это интересно. Если вот... Да, у нас был председатель Думы Старозагорской, Эмиль Христов, очень интересный человек, хорошо говорит по-русски. Мы были, соответственно, у них вот буквально на дне города. Вы знаете, у нас схожи с ними проблемы. Конечно, не сравнить Старозагору, там всего 250 тысяч человек, но, тем не менее, проблемы у всех одни, и они видят, как мы их решаем. И о том, что вот Эмиль говорил мне, вот смотри, у меня есть телефон, у меня здесь полторы тысячи, значит, абонентов. Из них тысячи – это мои избиратели. Вот я думаю, что нам приблизительно... Да, надо равняться именно на это, потому что когда город, чем он меньше, тем ты больше знаешь людей, и вот тем меньше стали у нас, так сказать, агломерации вот эти, да, мы пришли в районы, я думаю, что у каждого скоро и депутаты, и у главы, и у всех будут по полторы тысячи человек. Это как раз каждый, по большому счету, избиратель в твоем округе. Да, но у Самарского района такая специфика, ну, у каждого района, так скажем, справедливости ради своя специфика, у Самарского своя тоже есть. Вот если коротко, Самарский район для вас, Максим Николаевич, это вот какой? Три таких вот прилагательных, определяющих, так как ограничусь. Ну, тремя прилагателями, наверное, я не ограничусь. Хочу сказать, во-первых, ну, может быть, с официальной информацией, да, ну, порядка 33 тысяч жителей проживает, я об этом говорил, то есть по населению мы, конечно, далеко не первые в городе, у нас 9 районов, мы именно по количеству жителей на последнем месте. По территории, по территории, по площади мы опережаем и Ленинский железнодорожный, да, то есть территорий у нас больше. Вот, говоря о Самарском районе, мы вот так у нас принято, мы его называем «жемчужиной города». Красногринский говорит, что они жемчужины, каждый район что-то. Мы настаивали, мы настаивали, хотим даже запатентовать. Вот, ну, если вкратце, то, конечно же, это исторический центр. Это исторический центр, откуда пошла история нашего города, где были первые сооружения и крепости. Я вот даже хочу рассказать такую информацию, быть может, зритель не в курсе, что вот именно у нас, на территории Самарского района, на Хлебной площади, работают археологи. И в 2013 и в 2013 году были найдены, так скажем, остатки крепости деревянной, 1706 года датированной, куда именно в 1736 году приезжал Петр I для инспекции этой крепости. И вот у нас есть такая идея на этом месте сделать музей. Ну, это далеко идущие планы, я думаю, что они будут реализованы. А говоря о характеристиках района, то у нас полторы тысячи зданий. То есть мы по количеству зданий жилого фонда можем сравняться с самым большим районом. Но хочу сказать, что порядка 44% этих зданий до революционной постройки. И порядка 500 зданий – это объекты культурного наследия, которые требуют особого бережного отношения. Конечно же, Самарский район – это историческая часть. Да, ключевое слово «исторический». Исторический центр, за которым нужен особенный уход. Максим Николаевич, на ваш взгляд… Ой, извините, Игорь Викторович уже Максим Николаевич сказал. На ваш взгляд, Самарский район – это какой? Вот как вы к нему относитесь? Как вы его воспринимаете? Это история Самары, которую хотелось бы сохранить. Но в то же время очень много сегодня и делается. Но еще, мне кажется, надо больше сделать. Вот я вхожу тоже в общественный совет при управлении госохраны объектов недвижимости Самарской области. Мы недавно поэтому собирались в этом совете. И как раз смотрели те вопросы, которые необходимо решить в первую очередь. Ну, в первую очередь, вообще определить, где у нас граница-то, в конце концов, в исторической части города. А до сих пор нет такого четкого… Они у нас четко не определены, да. И поэтому разные мнения существуют. Кто-то говорит, что это надо делать для Косноармейской, кто-то говорит, что надо делать для Полевой. Мы сегодня говорим, что Самарский район, он до Льва Толстого. Вот, наверное, если вот те здания, которые, особенно каменные здания, будут отреставрированы, хотя бы фасады, да, будут сохранены. Там есть очень много зодчества деревянного. Оно уже, конечно, у нас находится не в очень хорошем состоянии. Но, тем не менее, то есть вот это, конечно, надо сохранять. Как сохранять? Были здесь французы буквально тоже две недели назад. Они говорят, реновация. Вот давайте реновация территории и так далее. Да, это принято в Европе. Да, принято в Европе. Значит, это, по-моему, был Лиль. Они говорят, мы здесь вот сделали такой прекрасный район, и мы на это потратили 250 миллионов долларов, которые нам выделил Евросоюз. Вот, все понятно. Если бы нам дали 16 миллиардов на район, мы бы, наверное, сделали не только жемчужину, а, я не знаю, там, большой алмаз, который бы сиял здесь на все положи. Поэтому, естественно, никаких нам денег никто таких не даст. Поэтому что? Поэтому нужны инвесторы. Нужно садиться с застройщиками, разговаривать о том, что можно делать, что нельзя, с тем же управлением госохраны, которое сегодня также озабочено тем, что сегодня памятники культуры у нас наложены очень большие ограничения, и от него по 100 метров, так сказать, ничего делать нельзя. Сегодня вот только взаимодействие вот этих структур позволит, что без ущерба нанесения какого-либо архитектуре урона, урона, да, вот выстроить еще рядом среду, которая бы позволила прекрасно существовать в городе. Да, давайте об этом поговорим чуть позже. Сейчас посмотрим, как выглядит район Самарский в настоящее время, и о перспективах, конечно, поговорим, потому что это волнует очень многих. На вас сложится такая задача огромная, да, перед проведением чемпионата мира, привести в порядок район, и чтобы все наши гости, и прежде всего жители района, горожане, увидели, каким может быть район, и эту тему мы продолжим. Но сначала посмотрим ролик. Самарский район образован в августе 1956 года. В этом году он отметил 60-летие. Однако историю Самарского района можно начать с 1357 года, когда, возвратившись из Золотой Орды, святитель Алексей предсказал на месте сегодняшней Самары появление большого города со множеством церквей, в котором просияет благочестие. С самого основания до начала 19-го столетия город располагался на территории нынешнего Самарского района. Сегодня территория района занимает 3784 гектара, граничит с Ленинским и Железнодорожным, имеет плотную жилищную застройку. Средний возраст жителей Самарского района – 40 лет. Здесь проживает около 31 тысячи человек. Современный Самарский – район контрастов, где наряду с современными зданиями располагается большое количество памятников археологии, градостроительства, истории, архитектуры и культуры. Представлены все историко-культурные срезы города. Район по праву считается центром образования и культуры города. Здесь расположены крупнейшие вузы Самары и старейшие школы. Основные туристические маршруты позволяют окунуться в любой период развития уездной и губернской Самары. В настоящее время район готовится к реновации исторической части города. И здесь прозвучало это слово «реновация». Максим Николаевич, ну все-таки будет реновация? И как вы вообще относитесь к тому, что сейчас происходит в районе? Что будет ваше видение? Вот мое отношение к району не самое простое. Вернее, для меня оно простое. Я живу и работаю в Самарском районе. И отношусь к нему как к своему дому. И вот как мы живем дома? Никто же не бросает мусор на полу. Все несут мусор в ведро, которое обычно стоит под раковиной. Все любят дома проводить какие-то генеральные уборки. Все любят делать капитальный ремонт. Но иногда, когда мы, допустим, переклеиваем обои, нужно же потерпеть, там и пыли, в комнату не зайдешь. То же самое у нас. Когда мы делаем дороги или тротуары, где-то надо через щебенка перепрыгнуть, где-то, может быть, по соседней улице проехать. Потерпеть чуть-чуть, потому что в следующем году будет новая дорога. И вот, говоря о том, что Самарский район – это мой дом, хотелось бы, и пользуясь случаем, обратиться к нашим жителям, чтобы все относились не только к Самарскому району, но и к городу, и к области, как к своему дому. У нас существует такая, ну, не проблема, так скажем, но, может быть, в какой-то части непонимание жителей по поводу выноса мусора. У нас более 50 контейнерных площадок на территории, достаточно маленькой. Но, тем не менее, некоторые позволяют себе пакеты с бытовым мусором оставлять на газонах. Конечно, мы ухаживаем за этими газонами, ежедневно ухаживаем. И в процессе уборки листвы, естественно, этот мусор в том числе собирается. Но ведь это дополнительные расходы на городскую казну, потому что за уличную дорожную сеть отвечает городская казна и районная. А так как сейчас казна-то стала районной, и все, оттуда идет... Да, то есть нагрузка становится... Меньше ссорим, больше куда-то денег, конечно, еще эти отдать. Опять же, хотелось бы остановиться на наших вот... На каждом перекрестке у нас стоят такие вот урны зеленого цвета, вот, наверное, видели. То есть они созданы для такого мелкого бытового мусора. Ну, фантика от конфетки, жевательная резинка, пачка сигарет, в конце концов. Тоже туда у нас пытаются вот все-таки бытовой мусор помещать в эти корзины, опять дополнительные расходы. То есть я вот обращаюсь все-таки к жителям, я всегда публикую и в социальных сетях, и в официальных изданиях, там, в Самарской газете в районном масштабе, схему расположения наших контейнерных площадок. Поэтому, пожалуйста, доносите мусор до мусорного ведра, как дома. Да. Все-таки как важны вопросы культуры, да? Вот то, что вы говорите, это вот вопросы культуры. Очень важны. Если мы только что отремонтировали фасады, и там начинают баллончиками разрисовываться, ну, никаких денег не хватит перекрашивать каждый раз фасад, или там дворовую какую-то часть. Поэтому, прежде как мы воспитываем своих детей, как мы относимся сами к тому дому, где мы живем, от этого все и зависит. А потом мы говорим о том, что у нас не хватает денег на какие-то другие нужды. А вот так как депутатов стало сейчас больше, на них вот это распространяются, такие функции, беседы с жителями. Вот объяснить по-человечески, что ну не надо мусорить. Что-то вот сами депутаты пытаются там вот на таком вот уровне местном, районном. Обычно депутаты, когда встречаются с жителями, там, конечно, вопросы задаются всякие. И тем не менее, да, депутат, он некий такой психолог, который хочет донести вот до жителей, да, то есть о том, что мы сегодня одна семья. Вот сегодня все ваши ремонты в домах вы делаете только исходя из того, что вы должны собраться и сделать 75 процентов, так сказать, жителей должны решить, что делать, да, что это такое. Это вот та общность, которая должна быть. Я всю жизнь прожил вот с родителями в Хрущевке, на Мяге. Там у нас был кооператив. Я знаю, что это такое. Я знаю, как люди собираются ежемесячно и решают вопросы. И сами себе, так сказать, меняют трубы и так далее, крыши. И все. И платят бухгалтеру там, и председателю, и дворнику, и так далее. Вот эта общность, она тогда была, и сегодня. Они ходят друг к другу за лекарствами, помогают принести хлеба в магазины, потому что им уже, тем, кто тогда жил, уже сегодня за 70 и за 80, да. То есть это их сообщество. Они в нем жили, живут и живут дружно. И вот если во всех районах, в том числе и в нашем районе, так будет, это будет прекрасно. Да. Конечно, хотелось бы, чтобы объединился. Вот как я уже говорила много раз, что реформа – это такой треугольник. Это и администрация района, это депутаты, и, конечно, сами жители. Потому что без жителей – это ничего, собственно, и не решится. Вот все вот эти. И еще одной дополнительной поддержкой для решения проблем избирателей стали депутаты на местах, как в целом строится работа райсовета, и на что направлена деятельность народных избранников. Расскажет председатель Александр Викторович Медведев. Совет депутатов Самарского, внутригородского района, городского круга Самара состоит из 26 депутатов. Занимаемся мы, в первую очередь, работой с населением, взаимодействием с населением и нормотворческой деятельностью. Это два вида наших основных действий. Налаживаем взаимодействие. Это вот главная, наверное, сейчас практическая работа депутатов нашего совета. С жителем встречаемся часто, жители приходят сюда. Мы долгое время даже и объявления расклеивали, что совет депутатов находится вот здесь, по этому адресу. Сейчас уже многие знают, у нас каждый день здесь ведет прием депутат. Есть еще две общественные приемные. Прием идет и здесь, и по другим адресам. Жители приходят, бывает, ну, один-два человека, бывает, и несколько, бывает, и никого бывает в какой-то день по-разному. Ну, и сами еще, кроме того, активно выходим. Активно выходим во дворы, встречаемся с жителями. Специфика – район хороший, район прекрасный, замечательный. Исторический центр. Здесь, действительно, с одной стороны, очень много проблем на квадратный метр. Огромное количество проблем. Крыши, стены, дома, многие ветхие. Но в то же время и очень много истории. Наверное, наш город, я думаю, один из самых богатейших городов России по своей истории. И, ходя по дворам, встречаясь с жителями, мы ее видим. Вот эту историю построения домов совершенно разной архитектуры. Но что у нас хорошее, жители очень любят наш район. И поэтому много историй. И есть перспективы. Перспективы развития. Вот мы сказали уже про три стороны. Давайте все-таки подробнее остановимся на общении с жителями. Вот вы сказали, чтобы они хотели бы, чтобы они относились как к своему дому, и к городу, и к области. Но это, наверное, очень масштабно. А все-таки нужно начинать, наверное, с подъезда, с дома, со двора, потом уже район и так далее. Как выстроены ваши общения? Вы знаете, каналов в связи с жителями у нас огромное количество. И чтобы достучаться, если не до каждого, то до каждого второго, мы предпринимаем многое. Ну, конечно же, есть официальные каналы. Это общественная приемная, куда житель может прийти, написать заявление, оставить его, оно будет рассматриваться. Есть у нас такое понятие, как социальные сети. Я активно пользуюсь Twitter. А люди-то пишут туда? Конечно. Конечно. Вот если разделить по категориям, то, конечно, люди старшего поколения, им лучше прийти в общественную приемную, написать заявление и получить официальный ответ. Молодежи, которые более активные, им не всегда хочется что-то писать, куда-то идти, тратить время. Но они всегда со смартфонами, поэтому он идет, щелк телефоном на Twitter-голове, и будьте уверены, это уже на моем личном контроле. Я все лично просматриваю, а специалисты уже отрабатывают. Поэтому это граффити, это может быть где-то мусор, где-то строительный мусор, где-то, может быть, другие вопросы также поступают. Также у нас есть территориальное общественное самоправление, которое ежедневно общается с жителями, и все вопросы также доносят на нас. Ну и, конечно же, совместно с депутатами, я хочу сказать еще один такой итог, может быть, уже промежуточной реформы, что вот за это лето мы совместно с депутатами провели порядка 300 встреч во дворах. То есть мы пошли к жителям во дворы, жители говорили, мы никогда депутатов в нашем дворе не видели, а тут мы таким составом, депутаты, администрации, то есть 300 встреч, это достаточно большое количество. Вопросы разнообразные обсуждались. Конечно же, это и вопросы и ЖКХ, и благоустройство, и переселение из ветхого аварийного жилья, очень много вопросов. Все эти вопросы нами были переведены в наказы, составлен реестр, ответственные исполнители, сейчас они все стоят на контроле. Конечно же, есть вопросы, которые можно решить легко, по твитеру щелк, и послал управляющую компанию, закрасили стену. Но есть вопросы, которые, к сожалению, с щелчком фотоаппарата нельзя решить. Здесь они требуют детальной проработки, и далее мы уже на основании заявлений жителям совместно с депутатами обсуждаем это на рабочих совещаниях, на комитетах и на совете. Понятно. Игорь Викторович, а какой механизм отработки вот таких обращений избирателей к депутатам? Вот что может сделать депутат? Потому что вот мы, ну мы слышим, что приходят, жалуются, а дальше что? Какие полномочия и возможности есть у депутата? Да, депутат в первую очередь психолог. Да, вот вы уже свою точку зрения говорили. Иногда приходит и начинает рассказывать о какой-то проблеме, а на самом деле за этим кроется совершенно другая проблема. И вот пока ты не выяснишь действительно какую-то реальную ситуацию, обычно это с пожилыми людьми так больше всего встречается, потому что вот начинаешь разговор об одном, а оказывается, что там еще целый шлейф, и надо начинать совершенно с другой стороны подход. Во-первых, вот это. Когда мы это все выясняем, естественно, мы, так сказать, смотрим, кто бы это мог решить. То есть, чтобы не гонять человека по кругу, да, сначала администрация, еще кого-то. Вот конкретно, да, этот вопрос решает вот эта организация. Соответственно, сразу в эту организацию, и здесь проконтролировать, как организация это подойдет, с какой стороны. То есть, или она отложит пока этот вопрос, потому что ей надо изучить, и тогда мы ставим его на контроль и смотрим, сколько вам надо изучить, там, две недели, три недели, там, ресурсов у вас не хватает. Это немаловажно, и сказать в этот момент гражданину, что про него не забыли, не забыли. Вот сейчас, так сказать, смотрят, как лучше подойти к этому. Может быть, не сейчас, может быть, через три месяца. Но к вам придут и сделают, когда обратная связь есть, человек знает, он не забыт. У меня есть сегодня вот такая ситуация, так сказать, меня попросили там вот перила поставить. Сегодня нет этого в планах ни района, ни города. Но вот пытаюсь, так сказать, продвинуть этот вопрос дальше, да, и думаю, к концу года мы это решим, потому что, ну, просто так вот взять откуда-то их привезти и поставить тоже невозможно. Нужно отыграть торги, нужно, так сказать, приехать, смерить определенные замеры, заказать и так далее. То есть есть определенный вот ход событий, которые депутат доносит до гражданина. И в конечном итоге приходят вместе, потому что сейчас и район администрации берет депутата и принимает главное то, что сделано. И это должно быть сделано качественно и, что называется, на века, да. То есть если уж сделали, так сделали, чтобы не переделывать на следующий год. И сделали ровно настолько, чтобы, мы как говорили, да, не мешало еще другим. Потому что кто-то хочет спилить дерево, а кто-то хочет его оставить. И вот этот вот консенсус, прежде чем что-то начать делать, его надо найти. Одно письмо лежит на спил, другое просим оставить. И вот давайте мы сначала, кто это будет решать? Администрации нет. Скорее всего депутат, который придет во двор, проговорит сначала все, донесет это до главы или для соответствующего чиновника. Все-таки вот определенно, как жители, хотят они это или не хотят, да? Да. И примеры такого. Хотят фасад или крышу. Да, взаимодействие есть. Что-то вы хотели добавить? Я хотел добавить, да, что вот здесь важно поддержать всегда инициативу горожан. То есть гражданская инициатива, это важно. Ведь, как говорится, никогда житель верхнего этажа с жителем нижнего этажа не договорится у одного кровли, у другого подвал. Поэтому и дворы тоже все разные. Есть дворы, где люди очень бережно относятся к своим газончикам, где они сажают цветы, где делают клумбы. Да, есть такие. Поэтому мы регулярно проводим конкурсы на лучший благоустроенный двор, лучший благоустроенный дом. А некоторые даже награждают в районах вот этих активных жильцов. Конечно. Так вот, я к этому и видел, что в результате... И депутаты там присутствуют. Да, в результате конкурса мы делаем такие, ну, назовем это подарками, ограждения на газон, да? Где-то цветочные вазоны, где-то клумбы. Но, конечно же, всегда хочется поддерживать там, где уже что-то сделано. Допустим, обращаются там старшие по дому такого вот адреса. Мы вот здесь своими силами песочницу вот сколотили. Нам бы вот, может быть, здесь горку поставить или еще что-то. Конечно же, в первую очередь, согласитесь. Вот это важно жителям слышать, чтобы они понимали, кто поддержан. Но, опять же, есть ГОСТы, есть требования, и есть масса еще разных, так сказать, технических вещей, чтобы потом не пришла прокуратура, чтобы не пришли, так сказать, вы же стоящие органы и сказали, что вы неправильно вложили деньги. То есть сейчас в районных администрациях есть свои архитекторы, да? Они могут разобраться в ситуации. Да, да, да. Еще много примеров такого взаимодействия. Вот один из них мы сейчас посмотрим. Начинают благоустраиваться дворы, высаживаться цветы, даже новые детские площадки с новым оборудованием появляются. Давайте посмотрим сюжет. Юная Пелагея за ходом работ следит внимательно. Она будет одной из первых, кто проверит качество установленных качелей. Поиграть на новой площадке девочке уже не терпится. Но пока нужно подождать, чтобы застыл цемент. А давай покатаемся. Ну, сейчас же нельзя. Дядя сказал, только завтра вечером. Долго мечтали. Вот как родилась Пелагея у нас, так и мечтали, чтобы площадка была близко, а не далеко. Жителям Самарского района теперь не придется ходить в соседние дворы, чтобы погулять со своими детьми. Работы по установке новых детских площадок и ремонту старых ведутся полным ходом. Депутаты учли все пожелания граждан. И каждый двор получил индивидуальный проект. Инициатива исходила от жителей, которые обращались к своим депутатам. И уже совместно с депутатами мы формировали по каждой площадке набор оборудования, формировали предложения. Учитывалось требование СНИПов, САНПинов, наличие коммуникации. И, в общем, исходя из этого, получилось наполнение каждой площадки. Во дворе дома номер 56 по улице Ленинской на площадке разместятся горка с качелями. А для ребят постарше установят спортивный уголок. Также будут установлены металлические конструкции, баскетбольный щит, футбольные ворота на спортивной зоне. После этого зачищается площадка и наносится цельное резиновое покрытие. До конца года в Самарском районе 10 дворов обзаведутся новыми площадками. А значит, Пелагея и другие дети смогут играть рядом со своим домом. На местах происходит благоустройство. А что в целом будет меняться в районе? Хотелось бы услышать про точки роста. Вот как мы говорим, на что опереться и идти дальше. Вот что сегодня есть? Ну, конечно, с чего мы начали. Начали с того, что это у нас исторический центр. Поэтому мы прекрасно понимаем, что когда наступит чемпионат мира и в перерывах между наверняка интересными матчами, основная, наверное, масса туристов захочет посмотреть именно историческую часть. Поэтому мы прекрасно создаем, что много туристов будет посещать именно Самарский район. Поэтому основной акцент, конечно, который мы сейчас делаем, это восстановление именно наших объектов культурного наследия. Чтобы туристы, приехав к нам в район, смогли полноценно полюбоваться нашей архитектурой. И для этого предпринимается многое. Вот, как пример, вы упомянули архитектора, который сейчас в районе появился, да, благодаря реформе социума управления. Сейчас разрабатывается единая архитектурная художественная концепция городского пространства, где будет уделено внимание не только восстановлению фасадом, но будет уделено внимание и вывескам, рекламам и прочим-прочим вот этим визуальным всем картинкам, которые мы смотрим каждый день. И благодаря ей мы сможем уже и владельцам объектов предъявить требования, что у вас должны быть вывески вот такого цвета в соответствии с этой архитектурной художественной концепцией. Да, очень хорошо. Интересная инициатива. Игорь Викторович, вы как председатель комитета по строительству скажите, что-то будет строиться в Самарском районе, наверняка вы уже обсуждаете, говорите о каких-то планах, тем более у нас такое грандиозное событие. Ну, к чемпионату мира это как бы вот именно жилье мы не планируем там, да, вот сегодня пока строить, то есть должны быть сделаны планировки территорий, которые бы показали нам строители, то есть что они хотят. Но мы вот когда собирались на комиссии по землепользованной застройке, там по переводу зон из одной категории в другую, мы всегда смотрим очень пристально это те районы, где у нас уже сложилась определенная какая-то застройка. То есть это берег реки Волги, это Самарский район, это просеки, да, зеленые зоны. И мы приходим к тому, что, наверное, наш город будет вот центр города, если мы будем говорить, да, то есть это, наверное, где-то четырехэтажные дома. Вот как-то так, то есть мы и архитекторы, самое главное, они его видят таким, потому что сейчас вот мы и прорабатываем вопросы как раз, ну, новая концепция градостроительства здесь у нас в городе, там должно все это завершиться, потому что сейчас мы работаем только по ПЗЗ. ПЗЗ, это, значит, у нас был принят генплан, но он еще до конца, так сказать, вот еще не вошел полностью в свою, так сказать, силу. И вот когда мы его доработаем, а сегодня он будет вывешен на общее обсуждение, каждый может сказать будет о том, что он там хотел бы видеть. Вот, но центр города, центр города, наверное, да, с его историческими зданиями, с его какими-то историческими улицами, может быть, не всеми, но не подразумевается высотного строительства. Ой, вот как это важно услышать, потому что очень многие боятся, что застроятся многоэтажками, и что это будет? А все-таки исторически ключевое слово, да? Ключевое, да, оно слово, количество парка мест, опять же, надо смотреть, надо смотреть, опять же, доступность людей к общественному транспорту. Здесь у нас Фрунзенский мост скоро будет пущен, соответственно, здесь проблема вот проезда самой по улице Фрунзе, по другим улицам, они у нас достаточно небольшие. Но сейчас все это прорабатывается. Время у нас близится к концу. Предлагаю посмотреть еще один сюжет о том, как жители меняют в лучшую сторону среду обитания в своем районе, взаимодействуя и с депутатами, и с районной властью. Галине Карпенко, как и ее соседям, киоск, что стоял прямо под окнами, доставлял одни неудобства. Возле него круглосуточно собирались шумные компании, курили и выпивали. Ночью создавались проблемы, потому что появляется молодежь, кричи, в каком они состоянии, что они употребляют, не знаю. Чем там торгуют, мы практически, я не знаю, потому что я не пользуюсь услугами этого киоска, он изжил себя. Он работает круглосуточно, нет ни водопровода, ни канализации. Киоск нарушал многочисленные нормы, противопожарной безопасности, санитарные, технические. Также точка, торгующая алкоголем и сигаретами, находилась в непосредственной близости к музыкальной школе. Потому было принято решение демонтировать магазин. Хозяин ларька был предупрежден, что ему необходимо освободить территорию и вывезти киоск самостоятельно. Однако до часа икс никаких действий владелец не произвел, и судьбой торгового помещения теперь распоряжается администрация города. Мы его отправляем на штрафстоянку. У нас есть места, которые предназначены для хранения вывезенных незаконных киосков. Киосков мы вывозим много. Город постоянно освобождает свою территорию от незаконных киосков. В прошлом году мы вывезли 1300 киосков, а в этом году мы уже вторую сотню вывозили. Работа проводится постоянно. В ближайшее время территория будет благоустроена. Место заасфальтируют, придав ему цивилизованный вид. Вот конкретная ситуация снос киоска. Как здесь поучаствовали депутаты и администрация? Все-таки и жители, вот что самое главное. Жители здесь важны, нужны были или нет? Конечно. Инициатива, еще раз повторюсь, это очень важная гражданская инициатива. Инициатива исходила из жителей. Потому что именно они ночью могли заметить, что там какие-то социальные элементы скапливаются, что там торгуют алкоголем в неположенное время. И вот такие сигналы для нас очень важны, которые мы берем на контроль и отрабатываем. Да. Все-таки треугольник. Жители, районная администрация и депутаты. Жители обратились, насколько я понимаю, к депутату, потому что это та жительница, которая в сюжете, она мне тоже известна была. Да. Затем, естественно, администрация предприняла все необходимые шаги. Были разыграны контракты на вывоз. Да, прошло достаточно времени, но тем не менее вопрос был решен. То есть со всеми необходимыми, упорядоченными. Да, проблему можно решить. Вот если обращаться, я прошу, у нас остается минутка. Вот как вам достучаться, обратиться, попасть? Да, еще раз хочу повторить, что общественная приемная на Некрасовской 40 всегда открыта для заявлений на мое имя. Также я призываю всех пользоваться, писать мне в Твиттер, потому что я смотрю это лично. И, конечно же, передавать любые сигналы через наших коллег, через депутатов. Да, Игорь Викторович, депутаты принимают на Фрунзе, на Некрасовской, 62. Это всем известные, так сказать, уже адреса, не первый год, поэтому милости просим. Там всегда кто-то есть, кто подскажет, расскажет и направит в нужном направлении. Спасибо большое за то, что пришли и рассказали о том, как сегодня живет Самарский район. И главное о том, все мы живем таким позитивом, перспективами. Это очень важно, да, чтобы люди понимали, что что-то будет меняться, в какую сторону. Удачи вам, успехов в делах и эффективности в решении проблем. Спасибо еще раз. Благодарю гостей за участие в программе, зрителей за внимание. В следующий раз поговорим о Советском районе. Следите за анонсами. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова